Свою работу елочные базары начали еще в середине декабря. Сейчас на территории Ленинского городского округа 20 официальных точек продажи новогодних деревьев. Список размещен на сайте администрации муниципалитета. Незаконная торговля запрещена. Деятельность таких ярмарок пресекается полицией. Специалисты рекомендуют обращать внимание на наличие необходимых документов. Для того, чтобы понимать, что ты приобретаешь качественный товар на объекте, во-первых, мы должны понимать, что это законная продажа, это основание размещения елочного базара, это обязательно наличие самозанятого либо индивидуального предпринимателя, либо наличие юридического лица. И что немаловажно, точнее, наверное, самое главное, это наличие акта о том, что эти елки появились здесь совершенно легально. Они были для этих целей выращены, для этих целей они были вырублены для того, чтобы радовать наших жителей. В этом году наибольшей популярностью пользуются отечественные елки. Средняя стоимость такой – около двух тысяч рублей. Присутствуют на рынке и иностранные деревья. Они любителям живых растений в среднем обойдутся в восемь тысяч. Это датская, датская пихта. Тоже приходят, смотрят на нее, засматриваются, обещают прийти в будущее. Ну, честно говоря, если человек хочет праздника, то это, конечно, очень красиво даже есть. С учетом того, что как она будет смотреться в интерьере, да, наверное, оно стоит того. Такая елка простоит не меньше двух недель. А вообще при правильном уходе любому дереву можно продлить жизнь. После ледяного дождя она себя растаяла, раскрылась, опустилась и напилась водой. То, что снег с дождем, который был, растаял. Гололед. Может, все отбывается, что вода, да, необходима? Конечно, конечно. Необходима вода, а для цвета и стойкости ей продаются еще удобрения. Каждый владелец елки в силах подарить ей вторую жизнь. Дерево можно будет утилизировать. Для этого в Ленинском округе сразу после праздников появятся точки сбора использованных новогодних красавиц. Юлия Погосян, Александр Логинов, Алина Кошелева. Видно этого.